Друзья мои, всем большой привет! С вами вновь Татьяна и мы находимся на моей кухне. Сегодня я занимаюсь опять заготовками. Я хочу вам показать очень простой рецепт икры из помидоров. Но обычно мы привыкли икру из кабачков есть, икру из баклажан. А сегодня я покажу вам, как приготовить икру из томатов. В этом году очень большой урожай томатов. И сейчас я каждый день делаю все новые и новые заготовки, чтобы у меня томаты не испортились. Икру из томатов вы можете как самостоятельно блюдо использовать, можете к мясу подавать, к рыбе, к овощным блюдам, или как ингредиент использовать для приготовления супов, борщей, различных солянки и так далее. Итак, что же нужно для этого рецепта? Помидорчики. У меня здесь 6 килограмм. Помидоры можно брать, знаете, всю некондицию сюда. Какие-то мягкие помидоры, треснутые, с повреждениями может быть. В общем, любая некондиция пойдет нам для этого рецепта. Далее морковь. Моркови у меня здесь 2 или 3 килограмм. Возьмите примерно. У меня здесь 2 килограмма с небольшим. Репчатый лук. Примерно 2 килограмма. Дальше. Растительного масла потребуется много. Пол-литра. Да. 500 миллилитров потребуется маслица. Далее. Лаврушечки. Ну, лаврушки уже на свой вкус. Я вот такую кучку приготовила. Ну, где-то, может быть, 6-7 листиков лаврушки у меня здесь. Далее. Черный перец. Вот. Перчика потребуется примерно 2 чайные ложки. Так. Дальше. Соль. Соли потребуется 4 столовые ложки. Ну, и уксус. Уксуса совсем немного. 6 чайных ложек. Значит, если у вас томатов будет меньше, не 6 килограмм, как у меня, а поменьше, значит, вы рассчитаете количество остальных продуктов. То есть, возьмите или больше, или меньше. Все зависит от того, сколько у вас будет помидорчиков. Итак, приступаем к изготовлению икры из помидоров. И сейчас я покажу, что мы будем делать дальше. Всю партию томатов нужно порезать. Вот на такие крупные кусочки я порезала. И измельчить. Или в блендере, или у кого нет блендера, можно это сделать в мясорубке. Все 6 килограмм я сейчас вот таким образом измельчу. Полученное пюре выливаем в какую-то большую посуду. Ну, можно с толстым дном. Может, у кого-то казан есть или кастрюлька. У меня вот такой алюминиевый тазик. Помидоры я все измельчила. Теперь приступаем к моркови. Режем морковь на произвольные кусочки. Вот на такие. И в блендере измельчим все количество моркови. Если у вас нет блендера, можете сделать это на мясорубке. Измельченную морковь отправляем в наше пюре. К нашим помидорчикам. Подобным образом мы поступаем и с луком. Режем его на произвольные вот такие крупные кусочки. Помещаем в блендер и будем измельчать. И отправляем сюда же, к помидорчикам и к морковочке. Вот у меня полный тазик прям до краев получился. Теперь, когда мы измельчили все продукты, мы будем добавлять сюда масло, напомню, нужно 500 миллилитров. Выливаем маслице. Сюда же добавляем соль. Сразу все количество. Сюда же бросаем лаврушечку. И добавляем черный молотый перчик. Включаем медленный огонь. Нам надо это все аккуратненько перемешать. Всю массу я перемешала равномерно. Огонь, напоминаю, делаем средний. Ну и нужно засечь полтора-два часа. Довести до кипения. И при постоянном помешивании обязательно полтора-два часа мы должны проварить. нашу икру. По времени, смотрите сами, все будет зависеть от количества продуктов, которые вы взяли для изготовления этой икры. Пойдемте засекать время. Итак, уже вечер. На часах почти 8 часов. Да, придется мне сегодня часиков до 10 провозиться с этой икрой. Но я так думаю, это того стоит. Ну что, идем смотреть время. Итак, без 15-ти 10. Прошло, ну, почти ровно 2 часа. Пойдемте посмотрим, что из нашей икры получилось. Вот она наша икорка. Кипит. Хорошо кипит. Вот уже загустела. Вот в этот момент, то есть через 2 часа после закипания, вот в этот момент мы должны попробовать нашу икру на вкус. Я сознательно не упомянула сахарный песок. В начале, когда показывала все продукты для этого рецепта. Вот именно сейчас вы должны попробовать и для себя решить, добавите вы сахарный песок сюда или нет. Потому что помидоры у всех разные. У кого-то более сладкие, у кого-то, может быть, кисловатые помидоры. И еще зависит от моркови. Кто сколько моркови положит в этот рецепт. Морковь тоже дает некоторую сладость этому блюду. Поэтому обязательно попробуйте. Вот я попробовала через 2 часа и все-таки решила добавить сахар. Сахарного песка я добавила сюда, вот на такой тазе, 6 столовых ложек. Размешала и попробовала еще раз. Вот сейчас вкус меня вполне устраивает. Поэтому сахарный песок я вам советую класть только вот в конце варки и по желанию. Осталось нам только добавить уксус. Добавляем уксус. Перемешиваем обязательно. Как следует перемешиваем. Примерно оставляем покипеть еще минуты-две и будем выключать. Вот эту лаврушечку можете, в принципе, выловить уже. А можете оставить. Пока у меня икра пару минут будет кипеть, я сейчас поставлю крышки, чтобы они у меня покипели пару минут тоже. и буду заниматься стерилизацией банок в микроволновке. Значит, я стерилизую вот так, без всякой воды. Банки у меня 0,7. Я ставлю их в микроволновку. Сейчас посмотрим, сколько у меня сюда баночек влезет. Вот 7 банок. 7 банок у меня сюда влезло. Вот так. Закрываем. И ставим примерно на 3 минуты на стерилизацию. Икру нашу выключаем. Итак, банки мы подготовили. Крышки мы тоже подготовили. И начинаем разливать икру. Будьте осторожны. Банка горячая. Икра тоже очень горячая. Все-таки 2 часа она кипела. Поэтому разливайте, пожалуйста, потихонечку. Потихонечку и аккуратно, чтобы банка наша не лопнула. Понемножечку. Не торопитесь. Маленькими-маленькими такими порциями. Наливаем икру прямо до самого горнышка. И закрываем крышкой. Ну и как всегда переворачиваем баночку кверху дном и на ночь укутываем одеялом. И держим до полного остывания. Эту икру можно хранить в холодильнике, можно просто в домашних условиях, но желательно в прохладном месте или в погребе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok